Здравствуйте! Сегодня моя внучка Даниэла и я, её бабушка Эмма, печём очень вкусный, нежный и освежающий торт из кокосовой муки Рафаэлло. Вначале приготовим заготовку для крема. В миску измельчаем 500 граммов белого шоколада. Доводим до кипения 750 миллилитров сливок жирностью не менее 30%. Заливаем горячими сливками подготовленный шоколад и перемешиваем до полного растворения шоколада. Накрываем крышкой и отправляем в холодильник на 5-6 часов. Противень размером 40 на 60 сантиметров выстилаем бумагой для выпечки и смазываем маслом. Можно испечь бисквит в двух противнях размером 30 на 40 сантиметров. Отставляем противень в сторону. Приготовим кокосовый бисквит. В миску разбиваем 6 яиц. Добавляем щепотку соли, 350 граммов сахара. Перемешиваем. Ставим яично-сахарную смесь на водяную баню и, всё время перемешивая, доводим до температуры 60 градусов Цельсия. Переливаем яично-сахарную смесь в миску миксера и взбиваем до получения пышной массы. В процессе взбивания смесь должна остыть до комнатной температуры. Пока яично-сахарная смесь взбивается, в миске смешиваем 250 граммов кокосовой стружки и 100 граммов миндальной муки. В этом рецепте можно использовать только кокосовую муку. Тогда нам понадобится 350 граммов. Во взбитую яично-сахарную смесь аккуратно в одном направлении вмешиваем смесь кокосовой и миндальной муки. С кокосовой мукой можно приготовить много разнообразной выпечки. На нашем сайте videoculinary.ru вы найдёте рецепт торта «Исана», рецепт печенья «Макарон» и другие рецепты. Выкладываем бисквитное кокосовое тесто в подготовленный противень. Разравниваем. Выпекаем кокосовый бисквит при температуре 180 градусов Цельсия 10-15 минут. Готовый бисквит вынимаем из духовки, даём остыть минут 10. Прорезаем по краю противня и выкладываем на деревянную доску. Бумагу удаляем. Из холодильника вынимаем остывшую смесь сливок с шоколадом и взбиваем на высокой скорости до получения пышного, гладкого, нежного крема. Будьте осторожны, не перебейте, сливки нельзя перебивать. Крем готов. Приступаем к сборке торта. Мы собираем торт в полусферической форме диаметром 20 см. Можно собрать торт в глубокой миске. Прежде всего вырезаем из теста круг равный диаметру формы. Откладываем в сторону. Это будет донышко торта. В чистую миску подходящего размера кладём полотенце. На полотенце ставим форму, так, чтобы форма крепко держалась и нам было удобно работать. Из теста вырезаем кусочки разного размера и выстилаем ими форму. Лишнее тесто обрезаем ножницами по краю формы. Это тесто очень мягкое и пластичное. Работать с ним одно удовольствие. На тесто выкладываем крем слоем приблизительно 2 см. Из пласта вырезаем круг подходящего диаметра. Укладываем его поверх крема. Поверх выкладываем крем слоем приблизительно 1,5 см. Снова вырезаем круг подходящего диаметра. Кладём его поверх крема. На круг кладём 1,5 см. крема. Снова вырезаем из теста круг подходящего диаметра. Его можно сложить из 2-3 кусочков. На круг кладём 1,5 см. крема. Опять вырезаем из теста круг подходящего диаметра. Кладём его поверх крема и заполняем до верха кремом. Накрываем заранее вырезанным по диаметру формой коржом. Придавливаем донышко по краю вовнутрь формы. Переворачиваем торт на блюдо, на котором будем его подавать. Слегка прижимаем и удаляем форму. Покрываем весь торт оставшимся кремом и посыпаем кокосовой стружкой. Можно испечь этот бисквит с кокосовой мукой из 6 яиц в обычной форме диаметром 26 см. и собрать его, как обычный, круглый торт. При желании вы можете торт украсить в соответствии с вашим вкусом и фантазией. Кокосовой крупной стружкой, белым шоколадом или по-другому. Отправляем торт в холодильник как минимум на 10 часов. В этом торте замечательно сочетается нежное бисквитное кокосовое тесто с очень вкусным сливочным кремом с белым шоколадом. Через 10 часов вынимаем торт Рафаэлла из холодильника и подаем на десерт с чашечкой ароматного кофе или чая. Рецепты разнообразных тортов и пирожных вы найдете на нашем сайте видеокулинари.ру в разделе торты и пирожные. Вдохновение вам, удачи, хорошего настроения и приятного чаепития! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА